Я приглашаю к микрофону руководителя федеральной риэлтовской компании «Этажи» Ильдару Пусайнову. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, уважаемые партнеры, всем здравствуйте, рад всех приветствовать в этот замечательный день, такое время интересное. Во-первых, знаете, с чего хотел начать? Риэлтовский бизнес относительно молод. Если все-таки и банковская, и строительная сфера, они существуют уже долго, понятно, не с точки зрения рыночной экономики в России, а в целом, то мы как отрасль очень молодая, это надо учитывать всегда. И мы только-только, мне кажется, начинаем понимать, какое огромное влияние мы имеем на рынок, что мы можем и что нам для этого нужно. Я сегодня подготовил небольшой доклад, я с разрешения организаторов, наверное, чуть больше поговорю сегодня, чем 10 минут. И хотел вообще, а что нужно вот непосредственно риэлторскому бизнесу, потому что нам, конечно, приятно слушать, как все хорошо у ЦАНа, у Думклика, но нам гораздо важнее, чтобы все хорошо было у нас тоже. А для этого нужно очень много работы, очень много изменений. Мне кажется, первый актуальный вопрос на повестке дня – это налоговый вопрос. Я считаю, не нужно от него отходить, нужно его поднимать. Фактически статус риэлтора с налоговой точки зрения не определен. Мы видим, как во многих территориях есть такое недопонимание, а можно ли быть самозанятым, при каких условиях, можно ли быть ИП, как все это правильно делать. И вы знаете, в этом есть большая потребность. И дело тут не только в законе. Много сфер беззаконов прекрасно работает, они прописаны в этом перечне, и все хорошо. Мы, как обычно, там как-то не успели. Это, мне кажется, системный вопрос. Дальше. Давно уже пора так же сказать, вы сегодня выступали, сказали, отели освободили от НДС, спортзалы, кто не знает, освободили от НДС. Слушайте, у нас доля невозвратного НДС гораздо больше, который мы не можем зачет брать. Поэтому нужно на всех уровнях поднимать вопрос об отмене НДС в риэл-услугах. Иначе сфера услуг в России никогда не сможет развиваться. У нас не будет возможности расти компаниям, потому что не секрет, компания вырастает за уровень 12 миллионов выручки в месяц, и дальше расти становится страшно. Я считаю, что это очень большая проблема, которую нужно здесь и сейчас решать на всех уровнях абсолютно. Следующий момент. Это открытые данные. Риэлторов сегодня с позиции данных откинули на обочину, на мой взгляд. Мы видим, как некоторым системам выдают доступы куда угодно, выдают информацию с открытых источников, что на сегодня могут получать риэлторы. То есть даже с Росреестра объем сделал, толком не добиться, если честно, что там и как происходит. Невозможно там понимать последнюю информацию в сфере статистики правильной. Мы по-серьезному ни к чему не подключены. Попытки подключаться к некоторым, допустим, системам, они безрезультатно занимают годами. Обмениваемся письмами, занимаемся футболом регулярно с госорганами. Это все, мне кажется, неправильно. И уровень, который мы должны взять эту ответственность, четко объявить стратегию, что мы хотим найти данной ситуации, такая только в России, во многих других зарубежных странах. Давно этот вопрос решен. Риэлтор имеет абсолютный доступ ко всей информации в онлайне. Он интегрирован со всеми участниками. И на сегодня это большая проблема. Коллеги, если мы не будем об этом поднимать вопрос, не вести хорошую систему метрик, что конкретно в этом году, куда нас подключили, что нам открыли, что стало прозрачно, риэлтору будет сложно работать. Главное во всей нашей работе, я считаю, это работа риэлтора. Именно не агентство недвижимости. Потому что, да, мы тоже играем важную роль, но важнее улучшать работу непосредственно риэлтора. Что мы для этого делаем, насколько мы эффективны как система. Зачем мы тут все собираемся, ездим в Сочи, тратим деньги на билеты, если по большому счету сильно ничего не меняется. Я сейчас могу это доказать. Дальше, следующий момент, который, как мне кажется, очень важен, это вопрос автоматизации риэлторского бизнеса. То есть давайте откровенно. У нас сегодня, последние 10 лет, а даже 15 лет, мы просто профукали в плане попыток создания каких-то внутренних сервисов. И что вы думаете? Нам их создали другие системы. И мы за это платим колоссальные деньги. Просто очень большие. Почему? Потому что сами в свое время те руководители не смогли нас, и мы сами не смогли объединиться, создать свои системы. Весь другой мир нигде это не отдал. Это только в России такая ситуация. Что нам на конгрессе рассказывают о сервисах, которые, по идее, мы сами должны давно делать. 100% давайте похлопаем. И знаете, я вот когда сижу, у меня всегда кровью сердцем обливается, я понимаю, что это мы сами виноваты. И будет дальше так продолжаться, если ничего не поменяется. Следующий момент, который нужно говорить о том, как мы теряем маржинальность. То есть, на мой взгляд, рост цен в услугах, возьмем Циан, Домклик, Авито, он перешел все возможности. Играми на поставку объявлений нам. То есть, на сегодня риелтор, если он раньше... На сегодня, коллеги, риелтор, если раньше тратил 300 рублей 500, еще 3 года назад, сейчас есть риелторы тратят по 15-20% своей выручки просто на подачу объявлений. Понимаете? До чего дошло? Придет время, будем тратить половину. Будем молчать, я вам в прошлый раз говорил, да. Будем тратить половину, наши риелторы будут тратить огромные деньги. Поэтому, на мой взгляд, мы должны защищаться. Не нужно допускать все эти моменты. И это зависит только от нас по большому счету. Далее, следующий момент. Это различные виды регистрации, да. Там расчетов. Коллеги, это тоже риелторский бизнес. То есть, почему мы это упустили? Почему на базе РГР нет нормального комитета, который бы позволил агентствам спокойно все это делать, самим развивать? Ну, давайте поставлять, почему те продукты, которые явно с нами, почему нам их делают другие за большие деньги? Я никогда этого не понимал. Я думаю, настало время что-то менять. Следующий момент. Взаимодействие с партнерами. То есть, взять медиа. Коллеги, ну, давайте откровенно. В медиа мы слабы. Мы в инфополе проигрываем вообще все. Все это понимают. Ничего не меняется. Мы до сих пор не собираем деньги. У нас нет маркетинговых бюджетов. Профессия риелтор развивается, но очень маленькими темпами в сознании общества. А вы знаете, что доля проигновения риелторских услуг уже больше 90%. Нас критикуют. Иногда называют черные риелторы. А мы тихо делаем свое дело. Уже 90% это один из самых высоких показателей в мире. Чтобы все задумались. И наша доля постоянно растет. И в новостройках. Я сегодня слайды заготовил много. Я их покажу в рамках конференции Думклика. Я там выступлю. Мы договорились завтра. И покажу обязательно. И понимаете, это тоже важный вопрос. Это тоже все от нас зависит. И по большому счету это критично важно. Если еще поговорить о таких пожирателях маржинальности, так назовем. То на мой взгляд, помимо пиара. А пиар это очень важно. Нужно рассказывать о себе. Мир так устроен. То есть люди реально не знают порой, чем занимаются риелторы. Насколько профессионалы у нас работают. Коллеги, ведь согласитесь, у нас настоящие таланты работают. Приходят, реализуются. Показывают выдающееся качество сервиса. Слушайте, я всегда говорю, если бы... Иногда прихожу, я сейчас не буду называть конкретные имена, да. Но уровень, который мы смогли готовить наших людей, почему? Потому что они работают на чистом рынке, высочайшей конкуренции. У нас нет ни одной вообще, какой бы то ни было, скажем так, какого-то фактора административного. Мы все делаем чисто на услуге клиента, ради них. Мы ничем там не шантажируем, не прессингуем. То есть мы чистые для клиентов. И поэтому наши люди очень эффективно работают. Следующий момент. Это так называемая накопленная очень большая опасность от крупных систем. Я ничего не имею против Домклика или М2. Коллеги, но вы не задумывайтесь, какой потенциалом они начинают обладать. Вот пройдет время, если вот сегодня у Домклика сейчас Александр Сергеевич Попов, да. Вот он уволится, допустим. И потенциал Домклика такой накоплен, что через год может остаться одно агентство недвижимости. Поверьте на слово. Там сейчас нет ни этажей, к сожалению. Поэтому, поверьте на слово, это серьезный вопрос, понимаете. Пока мы не накапливаем свой потенциал вот в этих новых сферах, пока мы говорим о том, что риэлторство должно заниматься только риэлторством, и не делаем таких реальных шагов, нас будут обыгрывать, а потом будет шаг и мат. И мы ничего не сделаем, поверьте. Мы будем, уже здесь будет не конгресс риэлторов, а конгресс других систем, да, так их скажем. Это очень важно. Но при этом я бы что сказал? Можно ли все это поменять? Можно ли это как-то изменить? Почему так сложилось? Почему мы при таком рынке шикарном, таких людях, да, почему мы вот не можем реальные шаги делать? Это большая проблема. На мой взгляд, все дело в том, что мы объединены политически, но не экономически. Да, у нас нету хороших целей, задач, бизнес-лидеров именно в плане тех вот элементарных процессов, которые я сегодня сказал. Я сегодня не говорю о HR бренде риэлтора, который тоже должен капитально развиваться, не только профессии. О привлечении сильных топовых специалистов сюда, профессионалов. Давайте откровенно, вот я вот вам скажу, когда берем кандидатов, сильных, дорогих там, везем, то есть на уровне топ-управленца к риэлторскому бизнесу относятся, ну не так, как это заслуживает. Хотя это сложный системный бизнес, там очень много уже IT, продаж, HR-процессов, маркетинга. Там очень много такого организационного взаимодействия и системы менеджмента очень высокого уровня для достижения целей. Я думаю, что все это очень важно. Поэтому настало время экономически объединяться, настало время решать реальные вопросы, действовать как единое целое и называть правдой то, что происходит, а не делать вид, как будто все хорошо. Коллеги, я считаю, все нехорошо. Риэлторский кризис в достаточно большом, у нас достаточно сложной ситуации находится на сегодня. Если мы не изменим, будет сложно. Дальше, завершение буквально. Насчет рынка. Все показывали графики, тоже я цифры подготовил, естественно, скажу словами. Значит, апрель проходит плохо, очень, на мой взгляд. И единственное, что все-таки я на себя возьму смелость, я бы хотел все-таки один слайд вам показать. Это объем продаж недвижимости в России в триллионах рублей. У меня, кстати, он в телеграм-канале, наверное, уже выставлен. Вот, можете посмотреть, я его там, можете на них фоткать. Я описание тоже сделал. Значит, вот наш прогноз, как будет развиваться рынок России. Мы это хорошо проанализировали, подготовили. Мы, как правило, угадываем всегда, я вам сразу скажу, по внутренним нашим системам. Падение будет в этот раз, ну, я считаю, глубокое. Я не верю в историю, что все прям резко восстановится, быстро, и все будет хорошо. Конечно, круто было бы, если настало лето, и все стало классно, да. Но я думаю, что так не будет, если честно. Вот, я думаю, что нам предстоит очень тяжелый полгода, а может два года. Но вот такого трэша, как происходит в апреле, я думаю, его не будет. Потому что мы почти в спиков больше, чем два раза упали по ипотечным консультациям. При том, что на новостройке вроде господдержка была. Мы достаточно плохо сейчас идем по задаткам. Где-то 75% от уровня среднего уровня 2021 года. Примерно так сейчас отрасль идет в целом. И, наверное, поэтому очень важно именно сейчас, может быть, это время использовать для трансформации именно системы организации нас, риэлторов. Для того, чтобы наконец-то четко поставить ключевую проблематику, ключевые задачи, которые мы должны решать. И искать совершенно новые подходы. Вот поэтому, коллеги, я всех агитирую и приглашаю к активным дискуссиям не замалчивать, строить свои стратегии, быть очень сильными компаниями. Потому что, если каждая компания будет сильной, мы вместе будем выделять ресурсы на реальные изменения сферы. Поверьте, все у нас будет хорошо. Я считаю, рынок, мы очень сильно влияем на него. И у нас отличный потенциал. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ